Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек, в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня летаем и боремся с пьянством. Смартфоны могут определить, насколько пьян их владелец. В школе медицины Питтсбургского университета в США провели любопытное исследование. И было доказано, смартфоны и в самом деле могут уберечь людей от проблем из-за употребления алкоголя. Врач скорой помощи Брайан Суфалета и его коллеги решили проверить, можно ли с помощью встроенного в смартфон акселерометра отследить характерные изменения в походке выпившего человека. И провели эксперимент с участием 17 добровольцев в возрасте от 21 до 43 лет. Участники получили в лаборатории коктейль из водки и лаймового сока, который им нужно было выпить в течение часа. Затем в течение 7 часов участники каждый час сдавали тест на концентрацию алкоголя в выдохе и выполняли задание. Требовалось пройти по прямой 10 шагов туда и обратно. Пока участник ходил, акселерометр отслеживал изменения в его походке. Благодаря показаниям датчика Суфалета и его коллегам удалось с почти 93-процентной точностью определить, когда концентрация спиртного в выдохе участников превышала разрешенный в США лимит для вождения автомобиля. Исследователи рассчитывают, что будет разработано специальное приложение, которое на основании данных акселерометра позволит человеку в режиме реального времени получить информацию о степени своей алкогольной интоксикации и возможности сесть за руль. Самолеты без пилотов. Это возможно. Стартап X-Wing из Сан-Франциско доказал, что новая система автопилота способна управлять летательным аппаратом во время взлета, самого полета и посадки. Что отличает технологии X-Wing от нынешней техники, так это уровень автономности. Современные самолеты имеют много средств автоматизации, но не могут взлетать и приземляться самостоятельно. Они не могут автоматически обнаруживать другие самолеты и избегать их. Таким образом, способность принимать решения выгодно отличает нашу систему от других. Компания работает над системой OuterFlight уже 4 года. Некоторые части технологии все еще тестируются и модифицируются, но руководство обещает поставить технологию на рынок в течение нескольких месяцев. X-Wing в первую очередь будет ориентироваться на доставку грузов в небольшие аэропорты. Стоит отметить, что технологии для автономных полетов разрабатывают и другие компании. Например, европейский производитель самолетов Airbus заявил в июне, что завершил двухлетнюю программу испытаний своего проекта автономного такси. Компания Boeing провела испытания автономного пассажирского летательного аппарата. Классический Facebook исчезнет в сентябре. В мае соцсеть начала предлагать пользователям переключиться на новый дизайн. Впрочем, можно было вернуться к прежнему интерфейсу. Теперь же есть повод полагать, что возможности вернуться к старому дизайну не будет, и случится это в сентябре. Такой вывод можно сделать по уведомлениям, которые Facebook начал демонстрировать пользователям и по информации в справочном центре соцсети. К сожалению, даже если вам не нравится новый дизайн, придется смириться. Впрочем, можно оставить отзыв о редизайне, щелкнув значок со стрелкой вниз в правом верхнем углу Facebook, нажав «Справка и поддержка» сообщить о проблеме. А дальше пишите, вдруг прислушаются. Facebook позволил в очередной раз продемонстрировать, как действует эффект Барбары Стрейзент. Это когда что-то запрещается к распространению, и этот запрет провоцирует еще большее распространение. В этот раз речь о видеороликах конспирологического содержания «Pandemic Indectination». Соцсеть блокирует пользователям возможность перепоста ссылки на видео, загруженного с внешнего сайта. Twitter не блокирует ссылку, но посылает пользователям сообщения с предупреждением, что ссылка напоминает спам и потенциально небезопасна. Ссылку успели запостить около 53 тысяч пользователей Facebook и посмотреть 20 миллионов человек. YouTube также заявил, что обнаружил несколько попыток загрузить Indectination, они были заблокированы. В мае в интернете был опубликован 26-минутный ролик под названием «Pandemic». Он мгновенно стал вирусным в социальных сетях. В ролике есть ряд ложных утверждений о пандемии коронавируса, включая информацию о том, что ношение маски может активировать коронавирус. Теперь же соцсети имеют дело со второй серией этого антинаучного видео. И запрет снова приводит к тому, что люди обсуждают видео в других местах на других форумах и активно пересылают ссылки на него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok